Новосибирский ученый придумал, как решить проблему обрыва проводов зимой. Под воздействием низких температур они натягиваются, иногда налить становится причиной поломок на линиях. О том, как физика может прийти на помощь, расскажет Викторина Новгородцева. Вот, допустим, у нас налить. Вот налить я давлю. Вот это рассчитано как будто на один килограмм, что усилие должно сохраняться один килограмм на всем повороте кулачка. Вот видите, сейчас она достигла один килограмм, и она дальше поворачивает, видите, кулачок идет, идет. А усилие так и остается один килограмм. То есть оно не увеличивается. Конструкция проста. Для ее создания нужны только кулачок и пружина. Под весом налипшего льда провода натягиваются, запуская движение кулачка. Он тянет за собой металлическую спираль. Это обеспечивает постоянство давления по всей длине провода и позволяет линии электропередач не обрываться. Кулачок сделан из непроводящих токматериалов. Он рассчитан на один пролет проводов от столба до столба, для того, чтобы зафиксировать на нем следующий пролет, необходим еще один кулачок. Такое устройство будет наиболее актуально, как считать изобретатель, в тех районах, где достать до проводов трудно, например, в горах. Провод, проходя через кулачок, замыкается на оси. Удобство изобретения еще и в том, что в отличие от всех известных способов убрать наледь, он затрагивает небольшие участки линий. Да и менять его не нужно. Есть различные способы борьбы с обвинением. Самый простой – это механический. Берут длинный шест и сбивают лед. Но пока вот эта бригада, чтобы приехала, добралась до этого места, это требуется время. Есть такие способы, как термохимические. Это когда нагревают. Это надо специальное оборудование привезти. Это надо машину нагревать, как-то пускать дополнительный ток. Это все большие деньги стоит. Механизм с использованием кулачка может упростить и существенно удешевить процесс, а также продлить срок службы проводов. Схожая технология применима и в метрополитене, и в системах электроснабжения. Конструкция позволит сохранить постоянство контакта тока приемника, расположенного на вагонах, и третьего рельса, который находится под платформой. Екатерина Новгородцева, Антон Мамаев, Новости ОТС.